вы знаете что такое зож или здоровый образ жизни многие к сожалению сужают это понятие но не пить не курить доля истины в этом есть но на самом деле это более широкое понятие уже здоровый образ жизни это комплекс мероприятий которые вы должны регулярно совершать во благо своего организма своему здоровью чтобы жить без болезни то есть иметь высокое качество жизни достичь активное долголетие я понимаю что сегодня экология такая что библейский 700 800 лет будут недостижимы но сожалению многие не доживают до среднего возраста 70 80 лет хотя до 100 лет я думаю что прожить может любой и каждый важно только правильно понимать и регулярно выполнять некоторые особенности а собственно здоровый образ жизни это единство пяти основных компонентов о которых я вам сейчас расскажу вот то не курить относится к дыхательной системе до 5 компонентов вот они что такое дыхательная система это фактически система в организме через которую поступает единственный окислитель для всех продуктов питания это кислород другим путем да можно через кожу но там путь очень маленький полтора процента кислорода попадает через чистую кожу но это очень мало поэтому один из основных компонентов здорового образа жизни это правильное дыхание именно правильное дыхание почему потому что мнение тут много систем различных много я вы позже найдете на моем канале видео потом я объясню какие системы жизнеспособны какие можно использовать какие не стоит какие можно использовать эпизодически но правильное дыхание это неизменный компонент только тут идет основная масса кислорода который вам нужен для обмена веществ который позволяет окислять ту пищу которую вы съели извлекать ее энергию солнца и расходовать на те потребности которые вам нужны а будете вы почесывать затылок или копать огород или придумывать какую-то там программу писать книжку это уже ваша забота куда вы используете ту энергию солнца в правильное дыхание очень важным компонент второй компонент это правильное употребление жидкости то есть вам нужна вода в водной среде происходят все реакции обмена веществ доставляются продукты питания клетки и продукты жизнедеятельности от клетки и из вашего организма поэтому очень важно правильно употреблять воду знать что такое водный баланс и поддерживать его на протяжении всей жизни очень важно конечно компонент это качество воды потому что некачественной воды несколько литров он поставить крест на всех остальных ваших усилий поэтому очень важно понимать что вода нужно без воды жизни нет важно употреблять правильно воду знать когда сколько какую воду и ради чего вы употребляете поэтому второй компонент обязательно должен быть третий компонент это правильное питание то есть вы должны балансировать свое питание в зависимости от тех условий от тех условий жизнедеятельности от тех рабочих условий которые у вас будут происходить желательно питание компенсировать не после того вот я сегодня попахал огород теперь я хорошо поем нет нужно поесть но не прямо перед работой это тоже неправильно а как минимум за сутки вот тогда в крови будут полезные питательные вещества аминокислоты которые вы во время работы используются поэтому очень важный компонент предвосхищать питанием вашу деятельность у вас это получается прекрасно если не получается дистрофические или атрофические процессы или воспалительные процессы чаще всего будут вас посвящать это очень важный компонент ним он неразрывно связан с двумя предыдущими потому что именно в питании заложена энергия солнца без кислорода невозможно излезть без воды невозможно достать эти моменты очень важны следующий четвертый компонент это правильное движение двигательная нагрузка почему это очень важно потому что когда человек двигается он активирует кровообращение и потенциально может снабдить все остальные органы и системы нужным количеством крови с питательными веществами если же движение чрезмерно то работающие мышцы те самые питательные вещества съезд сама все остальные органы и системы попадают состояние дистрофии если человек находится длительное время в постельном режиме все наоборот не работающие мышцы не разгоняют кровообращение все органы и системы питаются очень скромно диетически поэтому очень важно понимать что движение нужно двигаться нужно нужно двигаться правильно но этот компонент очень важен это знаете мой кулак сам по себе сложился в такую интересную комбинацию вот если все четыре компонента прекрасный вы правильно сочетаете все вместе вот тогда ваш мозг скажет вам вот так работать будет эффективно работать будет интенсивно потому что пятый компонент это интеллектуальная деятельность это работа мозга все что с ней связано если все компоненты предыдущие получились прекрасно если не получились мозг имеет право шалить если вы его питаете скромно пища диетическая мозг имеет возможность попасть в состояние депрессии будет снижать свою активность в соответствии с тем питанием который вы ему дали и пока не дадите нормальное питание он будет в депрессивном состоянии долгое время находиться можно конечно его вывести оттуда антидепрессантами истощить резервы и загнать его еще глубже из депрессии загнать психиатрии то есть так делать не стоит уже наладить правильное питание обеспечить всеми компонентами и тогда все будет прекрасно если же мозг получает ну не совсем то питание которого хотел человек такой имеет право раздражаться быть агрессивным быть злым попадать под страх под тревоги в различные любые эмоции вот такие не совсем понятные нам могут быть если мозг получает неправильное питание это сигнал кормите правильно мозг находится в оптимальном режиме в оптимальной работоспособности и когда мозг работает оптимально он не нарушает работу других систем и весь организм работает прекрасно тогда вот такой крепкий кулак это мощное крепкое здоровье который позволит вам иметь высокое качество жизни на протяжении всей жизни и реально достичь активное долголетие уберите один любой компонент и возникает проблема кулак ослабел здоровье ослабело появились те или иные болезни причем вот эти все компоненты они не стабильные я не могу вам сказать сколько вы должны пить жидкости на всю жизнь расписать почему потому что все меняется все течет все изменяется во время древних во первых ну единственное что не меняется у большинства подавляющее большинство это пол зависит от пола да есть определенные особенности в употреблении всех этих компонентов а из возраст изменение возраста постепенное накопление приводит тому что вам нужно у меня постепенно свой рацион питания но эти изменения такие быстрые они такие это более стабильные но это медленно есть еще погодные условия то есть климат климат более стабильная ситуация хотя сегодня климат меняется очень быстро и погодные условия очень переменчивый что погодные условия тоже один из факторов требующий адекватного изменения всех этих компонентов зависимости от динамики изменения погоды погода теплее нужно не изменение в рацион носить холодает в окружающей среде другие ветреный день то есть меняется атмосферное давление третий нужно солнечный день четвертые особенности пасмурный пятый дождливая погода снежная погода это все накладывает определенный отпечаток на все четыре компонента и обеспечивает соответственно работу пятую то есть мозг если все хорошо все прекрасно вы не имеете чувствительны не метеозависимы если же что-то у вас не получается да вы зависите от погодных условий и вот эти вот моменты вы должны просто понимать здоровый образ жизни это нестабильная ситуация это динамически изменяющийся ваш ответ ваше поведение на те условия которых вы находитесь если вы попадаете прекрасно вы здоровы если не угадали будете больны поэтому если вам нужно больше информации вы видите мои контакты вы можете по ним легко обратиться я подскажу вам что вам нужно делать как вам нужно изменить свой образ жизни чтобы он стал более здоровым а ваша жизнь более прогнозируем